По этой дороге Кристина ходит каждый день в школу, но этим утром привычный маршрут обернулся для девочки и ее семьи шоком. Прямо на пешеходном переходе школьницу сбил водитель на легковушке. Первый ряд остановился, а второй ряд мужчина проехал и сбил ее. Сбил она, потерял сознание, очнулась, вышел из машины, накричал на нее и уехал. По словам девочки, мужчина даже не пытался ей помочь. Скорую предложила вызвать прохожая. Женщина с остановки, когда начала рельсы переходить, она подошла, сказала, что давай все-таки скорую, что головой сильно ударилась. Я сказала, нет, дальше в школу пошла. В школу уже позвонила маме, позвонила маминой подруге, она приехала, вызвала скорую. К счастью, пострадавшая отделалась лишь телесными повреждениями. Лихача задержали уже на следующий день. Им оказался мужчина 53-го года рождения. По его словам, девочку он просто не заметил, была дымка. После столкновения, говорит, помочь хотел, но школьница сама отказалась. Я выскочил с машины к ней, девушка говорит, скорую надо. Она, да пошел ты, поднялась и пошла. И все, я даже девушка, я за ней. Тут смотрю, женщина с трава, говорит, куда ты пошла, блин, давай, скорую вызвать. И я о ней, она ушла. Я все, я растерялся. Ну, убежала, убежала. А что, да кто его знает, кто. Я же не видел, что это ребенок. Но в ходе разговора с сотрудниками ГИБДД совесть пенсионера все же проснулась. Я прошу прощения у этого ребенка, что так получилось. Если что, я согласен даже помочь материально ему. Если там деньги нужны для лечения, пожалуйста, я не отказываюсь от этого. Теперь мужчина понесет административную ответственность за сам наезд на пешехода. Ему грозит лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток. Также водителя накажут за то, что скрылся. Сотрудники ГИБДД напоминают, чтобы избежать подобных происшествий, необходимо помнить о правилах проезда на пешеходных переходах. Подъезжая к пешеходному переходу, особенно который находится вблизи учебных каких-то организаций, где есть знак внимания дети, снижать скорость, быть внимательным, осторожным. Пропускать пешеходам. Когда перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, нужно сделать то же самое, остановиться, убедиться, что нет переходящих дорогу пешеходов и только после этого продолжить движение. Напоминают и пешеходам, нужно дождаться полной остановки автомобилей, убедиться, что пропускают и только тогда приступать к движению. София Иценко, Андрей Печоркин, День с толком.